Всем привет! Какие праздники принес нам этот день, узнаем прямо сейчас в «Машине времени». Не секрет, что большинство жителей планеты живет в бедности. Одна британская благотворительная организация подсчитала, что всего 1% самых богатых людей Земли владеют большим состоянием, чем все остальное население. Поэтому весьма щедро, что один день в году уделили для Международного дня помощи бедным, который отмечается 19 декабря. Точные цифры пугают. 72 миллиона человек держат в своих цепких лапах 125 триллионов долларов. Причем средний годовой доход беднейшего населения планеты за последние 25 лет растет менее чем на 3 доллара каждый год. Ученые определяют бедность как отсутствие материальных средств для полноценного и здорового существования. Согласно статистике, таких в этом году 696 миллионов человек, а выживают они примерно на 2 доллара в день. При этом более 430 миллионов из этих людей живут в странах Африки к югу от Сахары, беднейшем регионе мира. Любое государство имеет в своем распоряжении специалистов, которые первыми узнают о планах своих коллег в других странах. Все мы видели фильмы про шпионов, добывающих секретную информацию. Конечно, их профессия сильно романтизирована, однако они есть везде и представляют существенную угрозу, особенно в сегодняшнее неспокойное время. Так вот, противостоят им специалисты, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. 19 декабря в России это день военной контрразведки. Стоит сказать, что ее появление связано не с внешними врагами, а с внутренними. В этот день, в 1918 году зародилась служба, в задачу которой входила борьба с контрреволюцией в различных формах ее проявления. За период своего существования эта служба несколько раз меняла свое название, да и спектр задач сегодня расширился. Важнейшими качествами для сотрудников были искренняя преданность государству, бесстрашие, честность, находчивость и, конечно, к холоднокровии. 19 декабря 1947 года в Магадане произошла крупнейшая катастрофа дальневосточного пароходства. Тогда морозным утром на сухогрузии генерал Ватутин начался пожар, за которым последовали два взрыва. Судно находилось в 300 метрах от порта и разворачивалось к нему кормой. В этот момент оно ударилось носом о кромку льда, после чего из его носовой части начал идти густой черный дым. Через несколько минут на пароходе раздался взрыв. Но самое страшное, что горящего генерала Ватутина несло к пирсам по направлению к танкеру советская нефть. Капитан пытался развернуть пароход и вывести его за пределы порта, но через несколько минут на нем снова произошел взрыв. От него также взорвался пароход Выборг, на котором находились детонаторы. В результате оба парохода вскоре затонули. В катастрофе погибло более сотни человек. На сухогрузии генерал Ватутин не выжил никто. И наконец сегодня день скиппинга. Так называют прыжки со скакалкой. Пожалуй, самое универсальное упражнение в фитнесе. Как появился праздник неизвестно, но можно сказать, когда скиппинг стал самостоятельной спортивной дисциплиной. Это случилось в 1980-х годах в США. Тогда же начали проводить соревнования. Но чтобы выяснить, кто из спортсменов лучший, они исполняли акробатические трюки. Сегодня во время чемпионатов Европы и мира спортсменов оценивают как по показателям скорости, выносливости и силы, так и по мастерству выполнения комплекса фристайл. Пожалуй, это самая зрелищная часть скиппинга. Спортсмены демонстрируют свои умения в одиночку или в команде до шести человек. Наблюдение за их мастерством наглядно доказывает, что скиппинг это не детская забава, а физически сложное занятие. Ну и не стоит забывать, что скакалка активирует большое количество быстрых мышц. Причем это мышцы и рук, и ног. Кстати, прыгая около часа, можно сжечь более 700 калорий. Это намного больше, чем в процессе бега за то же время. На этом все. Отмечай праздники и люби историю, а мы увидимся в машине времени.